Здравствуйте, туристы и милитаристы. Миру мир нет войне. Продолжаем наш разговор о кинжалах из одной замечательной частной коллекции. Причем, повторюсь, что человек, который предоставил мне эти свои кинжалы на обзор, он на самом деле коллекционирует огнестрел. У него есть для этого возможности. А ножей у него, у него практически вся экстрема собрана. Может быть, за какими-то там, я не знаю, небольшими исключениями или какими-то новыми моделями, но экстрема у него практически вся. Вот. Плюс куча всякого разного вот такого вот обоюдоострого и целая коллекция огнестрельного оружия. То есть, действительно здорово, когда у человека есть и такое хобби чисто мужское. Ну, плюс я могу сказать, что я, в принципе, очень респектую этому товарищу, потому что он состоит в эстонском кайцелите. Он, как сказать, именно... Ну, самое простое, это как национальная гвардия, но это не совсем. Это, ну, дословный перевод. Это союз обороны. Но это, по сути, это вот именно люди, которые даже, они не настолько как бы заточены на то, чтобы быть нацгвардейцами, например, в американском понимании, они больше приспособлены для того, чтобы вести какие-то партизанские действия в случае нападения, там, в случае какой-то агрессии. И вы сейчас можете сейчас хоть до усрачки, там, некоторые из вас, там, улыбаться, там, хихикать, говорить, да сколько там это Эстонии, да одна, блядь, псковская десантная дивизия вас здесь там нагнет и прочее, прочее. Ну, вы уже, как бы, те, кто вот именно сейчас так сказал, вы уже Киев-то взяли за три дня. Угу. У вас своих там за 100 тысяч уже беженцев на вашей земле, грубо говоря. Так что, а что, что ваши десантники натворили, я совсем недавно вот вспоминал, я сказал, что образы моего детства, старшего прапорщика Валентира и старшего лейтенанта Тарасова, они вообще никак не бьются с тем, что творили российские десантники в Буче, в той же самой и в Гастамиле. Вот. Поэтому, поэтому, ладно. И в этом смысле я понимаю, что Эстония маленькая, что у нас нет гор, у нас вполне такой, ну, за исключением болот, очень легкий проходимый рельеф и тому подобное и так далее, и так далее. Но в любом случае я очень сильно респектую нашим кайцелитчикам, я просто вот прямо действительно Анна Ме Ау, как говорится по-эстонски, отдаем честь. Вот. И плюс этот товарищ, который вот я просто вкратце не называю имен, он является еще и военным медиком, и то есть талантами просто богат, очень-очень-очень круто и очень здорово, когда у человека действительно есть такое увлечение, такое хобби и при этом есть деньги для того, чтобы это хобби содержать, для того, чтобы пополнять коллекции, для того, чтобы все это делать. Сколько у него ножей, я не знаю. Если у меня ножи помещаются в шкаф, плюс какие-то разбросаны там на каждом углу, то я думаю, что у него скорее всего под ножи, если не целая комната, то скорее всего какая-то кладовка отведена, потому что прямо, прямо много-премного. Вот. И один из экземпляров, которые у него есть в коллекции, это кинжал Тапио Сюриала. Причем здесь 17 сантиметров клинок, 29 сантиметров общая длина кинжала, каких-либо ТТХ нет, потому что Тапио Сюриала, при всем при том, что его ножи присутствуют на той же самой лавне и он как бы именно здесь, на наших берегах, очень знаменит. Сука, он какой-то фантомный. То есть, у него есть фейсбуки, у него есть инстаграм и прочее, но официального сайта, чтобы найти какую-то, какую-то модель и именно взять ТТХ, но опять же, если только то, что по случаю попало на лавню. Поэтому, какой-то состав Дамаска, породу дерева. Те, кто знает, ну давайте напишите, что здесь и как, я вам сказать не могу. Одно я вам могу сказать, ребята, просто пипец какой легкий кинжал. Он невероятно легкий. Я вот так вот прикину, взвешивать не буду, ну где-то 110-120 грамм всего. То есть, ну может 150 это максимум. Он, он просто вот, его не чувствуешь. Им когда вот вращаешь, им когда какие-то вот движения делаешь, его просто не чувствуешь. Он настолько легкий, настолько ювелирка. Почему? Потому что тонкая ювелирная же, опять же, рукоять. Здесь у нас дерево, которое легче, чем та же самая G10, например. Вот. И вогнутые, сильно вогнутые спуски. Здесь, как раз таки, конкретно на этом кинжале, я могу сказать, что здесь спуски, ну плюс-минус по сантиметру. Я уже говорил неоднократно, что кинжалы, ну ни хера не для того, чтобы хоть что-то отрезать. Вы скорее разрубите кинжалом, чем разрежьте. Здесь сильно вогнутые спуски дают возможность что-то, хотя бы какую-то веревочку перехватить. Кстати говоря, вот один из плюсов. Главное, не забыть мысль, чтобы не ушла. Я дальше сейчас продолжу. То есть здесь вогнутые спуски дают возможность, сильно вогнутые спуски дают возможность какого-никакого реза. И вот вспоминая Николая Лилина, который делал очень сильно глубокие широкие долы на своих ножах и абсолютно зверски объяснял это. Но я понимаю, что ему нужно было у него, если дизайнерская погоняла Колыма, делает он в Италии, он просто там нагоняет жути, там какими-то дополнительными подробностями, просто нагоняет реально жути. И вот он именно сказал, что он делает долы такие вот широкие и глубокие для того, чтобы это были именно, что кровостерки, что долы позволяют, когда... Это я сейчас не сам такой жестокий, я просто цитирую, ну не точно цитирую, но говорю вот именно концепт Лилина о том, что когда ты втыкаешь там куда-то в кого-то, во что-то там свой кинжал или нож, то долы позволяют, они как бы открывают, вот дают воздух, грубо говоря, дополнительную какую-то вот именно момент, чтобы именно рана была гораздо более кровоточащая, гораздо более глубокая. Все это, на мой взгляд, полный пинеж. То есть, ну вот как бы это все коммерческая тема. То, что долы делают на длинноклинковом оружии, это там, сейчас опять же, как говорится, разрешаю, специалисты, напишите, как правильно это объяснить, выражаясь моим суконным рабоче-крестьянским языком на длинноклинковом оружии, долы делают для того, чтобы сделать клинок прочнее, то ли на излом, то ли на скручивание. То есть, там именно в чистом виде, как бы, долы на короткоклинковом оружии делают, по сути, просто, блядь, для красоты. Вот и все. Потому что то, что там хлюпать больше будет кровь, там что-то еще. Да в терне все это, на самом деле. Но есть и хорошие новости. Строят новый забор метров пять, правильно? Когда у вас нашампуривается некоторая дырочка, предположим, да, то, конечно, можно понимать, что вот эти вот спуски с четырех сторон, они по сути своей служат. Именно, ну, грубо говоря, вот рано у нас ограничиваются две кромки и центральная часть. Вот это вот ребро жесткости, я не знаю, как правильно его назвать. Не буду врать, не силен в терминологии кинжальный. Но как раз-таки кровушки-то будет хлестать через вот эти вогнутые спуски. Мама, не горюй! И при том, что этот нож пипец какой красивый кинжал, при том, что этот кинжал пипец какой красивый, при том, что он невероятно легкий, он ни хера абсолютно не более сувенирный, чем вот эти три представленные. Про анальное сверло я уж вообще молчу. Там, конечно, просто, просто жесть. Так, погодите, ребят, сейчас у меня здесь такой небольшой беспорядок на столе. Я не на обычном своем месте снимаю. Вот как выглядят у нас красивые такие именно аутентичные, назовем так, кожаные ножны. Вот у нас гарда выходит. Вот. И по поводу тапио сюрреала я скажу, что конкретно вот этот кинжал на той же самой лавне не представлен. Он вообще мало где представлен. Именно потому, что он делает в основном такую именно ножевую ювелирку. Прошу прощения, у него много дамаска, у него какие-то дорогие там материалы, и он стоит просто пиздецовых денег. По-другому не скажешь. У него за косарь это совершенно спокойно. За обычный какой-то нож тапио сюрреала берет где-то там 700, 800, 1100. Как повезет. Как у него, какое настроение будет. И что-то мне подсказывает, что этот кинжал, даже если он был где-то как-то типа уценен, он где-то по тонну точно весит. Денег я имею ввиду. А в общем и целом шикарнейший экземпляр, действительно в коллекции. Переходим. У нас, если те, кто хотел, чтобы я сделал обзор очередной на ягдкоманда, который стоит на ламни 1100 евро, но кому от этого легче, потому что нет их на складе на ламни, и их вообще нигде нет. Их можно встретить где-то в интернетах там, на вторичках и так далее, на каких-нибудь там может быть. Опять же, конкретно этот нож на каких-нибудь площадках типа eBay, там экспрессов и прочее, я бы не советовал брать. Такие вещи надо брать в оригинале, потому что ты, ну здесь действительно вот у тебя номер, он подтверждается сертификатом. То есть здесь действительно все очень круто. С точки зрения, почему я его сейчас сюда включил, вот это вот сверло, вот этот вот нож, правильно, абсолютно согласен, потому что очень много было комментариев на обзор. Обзор на этот нож на канале Архадыр есть. Те, кому он довольно забавный, я там разные пошлости говорю и прочее. Поэтому те, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Одно из самых популярных видео на моем канале, причем я там прошелся по этому кинжалу просто вдоль и поперек, раскритиковал и так далее и тому подобное. И херляд просмотров и постоянные вопросы, где купить, как купить. Мне присылают скриншоты, мне пишут в инстаграме, мне пишут в ВК, мне пишут где угодно, в каких угодно, на каких угодно площадках, как это купить, где это купить, а можешь ли ты посодействовать купить и так далее и так далее. Не могу. Этот кинжал был куплен за 1100 евро и сейчас его на ламни нет. Причем он есть еще в зеленой версии. Очень много было комментариев на тему того, что я лапоть, я ни хера не понимаю, что это боевое оружие специальное, что это просто я ни хера не смыслю. На самом деле я согласен абсолютно с комментарием по поводу того, что это просто демонстрация слесарки. Это просто демонстрация того, что Майкротек может сделать с куском железа. То есть они действительно, они просто взяли, просто натроллили конкретно своих почитателей, сделав вот такую вот елду, при этом сделали очень-очень сложную слесарку, показали, как они могут. Я уверен, вот я уверен, что Майкротек не подозревал, что это будет настолько популярная херобень. Почему? Все очень просто. Объясняется все очень просто. Мы все извращуги. У нас у всех есть, у кого десятки, у кого сотни, у кого там под тысячу ножей, правильно? Всякие разные хваты, перехваты и умные мысли по этому кинжалу, заточенному с трех сторон, я уже сказал в обзоре, посмотрите, если не видели. Вот. Единственное, почему я сейчас его вот сюда вот включил, потому что когда мне пишут, что я лапоть и ни хера в этом не разбираюсь, и это рана от этого ножа никогда не заживет, это смертельное оружие, ты нихуя не понимаешь, там, туда-сюда, пятое-десятое. Я всегда говорю, да, конечно же, только вот здесь вот взял, вытащил из ножен, воткнул, выхватил из ножен, воткнул, там, то есть, грубо говоря, человеческим там органам, печени и прочее, им, по сути, извиняюсь за грубое слово, до пизды, их высверлят или проткнут, им в любом случае плохо будет. Но если вот здесь вот нужно просто выхватить, то здесь, сука, нужно выкрутить. Погоди, подожди, вражеский часовой, подожди, сейчас я выкручу и нанесу тебе, падла, смертельную рану. А у тебя есть чуть попроще, чтобы быстренько вытащить и это самое. Нет, мне на складе выдали вот эту хуйню. Поэтому я остаюсь при прошлом своем мнении, при этом на самом деле я могу сказать, что именно к моему товарищу, которого вот здесь же, видите, все четко. Сейчас оттуда выпрыгнет птичка. И сюда можно положить какой-нибудь спецкомплект или несколько сотенных купюр. Вот. При этом у меня ни на секунду нет какого-то, какой-то насмешки в отношении комрада, который мне предоставил вот эту вот свои ножи коллекционные для обзора. Почему? Потому что, когда у тебя есть возможности финансовые, такого зверя в коллекцию обязательно нужно покупать. Просто, чтобы он был. Практическое применение этого предмета, не считая, что вы с гранатовой насечкой можете кому-то воткнуть этот елдак в задницу, это именно, что просто стальная дубина, которые можно кому-нибудь там стукнуть по башке стоимостью 1100 евро. Ну и, конечно же, любоваться микротековской слесаркой. То есть, по большому счету, вот эти комментаторы, которые пишут, что я там типа не понимаю там ничего, для чего этот нож, я с вами не согласился. Нет. Я понимаю, для чего этот нож. Этот нож, сука, для того, чтобы его покупали. Потому что он ужасен. Он вообще не похож ни на один из из всего, что у нас есть. Так, давайте потихонечку подходить дальше. Перед тем, как я перейду к заключительной части Морлезонского балета, я очень быстро сделаю вброс, свое личное наблюдение. И мне интересно, согласитесь вы со мной, ребята, или нет. Дело в чем? Дело в том, что если я говорю именно с высоты своего, не опыта применения кинжалов, но с высоты своего опыта применения ножей, я считаю, что самое правильное было бы, если вы действительно хотите сделать небезопасный для оператора, потому что ни на один, сука, из этих ножей нельзя сверху поставить ладонь на обух. Вот. Но эффективный какой-то именно убивательный инструмент... Сейчас вы мне скажете, ёпта, ты, типа, такой крутой? Ты, типа, здесь выдумал велосипед? До тебя люди столетиями пыряли друг друга этими железками и были довольны. А ты здесь, типа, пришел здесь эксперт из себя врубил? Нет. Но меня удивляет другое. Почему здесь нет сериаторов? Я объясню. Любой из этих предметов, за исключением анального зонда, он действительно невероятно крут в... именно что в уколе, правильно? А если вам нужно рез, причем очень быстро, случайно, то есть у вас запутался человек в стропе, там нога запуталась у рыцаря где-то там в сбру или как там это называется, вот эта вся херня, которая на коня навешивается. То есть какая-то ситуация, когда нужно просто не уколоть, когда укол неэффективен, нужно резануть. И получается, что у тебя действительно, у тебя вот счет там на доли секунды, нужно это быстро сделать. Я вам могу сказать, что даже какую-нибудь небольшую веревку... Вы уж меня простите за грубые слова, я говорю сейчас то, что думаю, но вот, к примеру, если именно брать толщину и высоту спусков, обычную сизалевую 10-миллиметровую веревку, ты просто за-е-бешься резать вот таким топором. То есть каким-то мгновенным движением перерезать ее не получится от слова совсем. Это, ну нет, получится, если у вас этот самый силы в руках там, я не знаю, как у горы из Игры Престолов. То есть если ты действительно готов руками эти веревки резать, то у тебя получится, если ты плюс-минус средних таких-то или даже хороших кондиций, у тебя руки нормальные сильные, не выйдет сразу. И даже не сразу не выйдет. Я пробовал, я знаю. Вот. Но сюда же, на вот эту вот же хеработину напилить, нарежущий на кромки серрейтор, и он даже при толщине топора на обухе, он перехватит эту веревку буквально моментом. При этом не мне вам говорить, при уколе какую ужасающую вообще там работу сделает серрейтор именно внутри чьей-то, собственно говоря, тушки. То есть я видел уже кинжалы, которые пополам-напополам. Вот мое мнение, для того чтобы воткнуться, треть оставляем плейн и на две трети нахерачиваем серрейтор. Потому что при уколе он делает ужасную рану, просто категорически ужасающей. Плюс, если вы действительно где-то головой вниз повисли и у вас в джунглях Амазонии, и вам нужно просто вот то, в чем вы там запутались, перерезать, вы кинжалом никогда не перережете. Серрейтором даже на кинжале сможете. Все очень просто, все очень просто. Так, ну что, давайте теперь перейдем к херингу. Селедочка итальянская, красивая, замечательная. Так, видно? Сейчас я, ребят, немножко здесь вот так вот переложу, чтобы вам было видно. Главное не уронить, блин, не дай боже чужие кинжалы уронить. Еще и каждой стоимостью там такой. Но это стоит того, чтобы показать именно в коробке. Почему? Потому что здесь у нас прям такой подарочный экземпляр в невероятно шикарных итальянских ножнах. Ножны здесь, это отдельная песня, почему? Потому что сами по себе ножны, это по сути, ну, пластик, пластиковый, пластиковый такой пенальчик, да, с металлическим вот таким навершием. Но как же красиво здесь пошита кожа. Какого же красивого она цвета. Здесь просто все суперски. И здесь вот не буду распотрониваться, здесь еще у нас есть сам по себе ремешок. Невероятно красивая вещь. Плюс здесь у нас сертификат. Давайте я вам по-быстрому прочитаю, что нам пишет экстрема рацию по поводу этого предмета. Даггер Херинг один из самых любимых фанатами военных ножей. Его оригинальное название «Фэйрбэйн Сайкс» или «Команда Даггер». И он был представлен в боевом наборе британских командос. Кинжал, вошедший в историю нашей страны во Второй мировой войне, благодаря подвигам молодых солдат первой разведывательной эскадрильи «Фольгоре», которые были оснащены этим оружием во время операции «Сельдь». Кинжал или Херинг, как угодно. Кинжал, за которым стоит героическая история, о которой мало что сказано, несмотря на преданность делу и мужество этих молодых мальчиков, писавших важную страницу итальянской истории. Компания «Экстрема Рацию» хотела отдать дань уважения этому кинжалу, сохранив оригинальный дизайн и используя самые современные технологии производства. Уникальная отделка рукояти ручной работы имитирует состаривание латуни и придает кинжалу устаревший, состаренный вид. Аналогично оригинальному. Кинжал был разработан совместно с 185-м десантно-разведывательным полком и принят в качестве парадного памятного кинжала к 20-летию формирования полка и 75-летию выполнения миссии «Херинг». Так, ребя, не совсем понимаю те, кто исторически как бы… То есть мне очень нравится «Экстрема», я обожаю ее и прочее, прочее. Но как у немцев, так и у итальянцев песни из слов не выкинешь. Вы сами понимаете, на чьей стороне сражалась как бы Италия во Второй мировой войне. И потом они как бы стали сражаться против Германии, когда Муссолини устранили. Но блин, при этом, ребята… А когда у них было столько времени, надо совершать столько подвигов. То есть, безусловно, «Экстрема» невероятно умеет круто подать как бы маркетинг и так далее. Но конкретно по данной вещи, здесь с одной стороны кинжал был британским, но с другой стороны его итальянские спецнайзеры использовали против какого-то типа там врага. Честно скажу, мне сейчас не до того, чтобы копать какие-то источники. Поэтому, если у вас есть какая-то информация, чтобы сразу сесть и в четырех строчках объяснить, что там к чему, я буду благодарен. Сама по себе вещь наипердепердознейшая. Очень-очень красивый кинжал, подача, здесь целый чемодан, ножны выше всяких похвал. И да, состаривание латуни прошло на ура. Это действительно такое ощущение, как будто бы ты держишь, да, здесь тонковатая ручка. Но, опять же, для того, чтобы куда-то что-то воткнуть, здесь совершенно нет никаких вопросов. Красиво, породисто, коллекционно. То есть, здесь именно такой момент, что все эти вещи, как правило, они их глупо сравнивать с Мора Бэйсик. Да их глупо сравнивать даже с Пелтами. Потому что Пелт, как хозяйственный бытовик, безусловно, он покроет как слон-кральчиху любой из этих вот супер-дупер там таких вот кинжалоидов. Но с точки зрения именно харизматичности, с точки зрения невероятной вот этой вот опасности, брутальности. Вот мужское хобби, бля, это вам не марки наклеивать. Вот что нужно собирать, вот что нужно коллекционировать. Вот это действительно мужское хобби. Мое мнение остается прежним. Очень-очень красивые, опасные игрушки. Да, если нужно кого-нибудь зарезать, цены им нет. Но если вы не душегуб и ваша деятельность профессиональная не подразумевает какое-то уничтожение живой силы противника, то это в чистом виде полочники. Но оно стоит того, согласитесь, ребят, на полке должно что-то лежать красивое. И в данном случае тут, как говорится, придраться не к чему. Всем мира! Никакого насилия, никакой войны, никакого фашизма, никакой оккупации. Всем мира, всем добра в душу и разума в голову. Спасибо за просмотр, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok